Клин снова звучит именами. Лучшие менеджеры России и Московской области работают в нашем округе. Ирина Овчинникова, директор библиотечной системы, и Елена Кондрашина, директор Клинского музейного объединения. Они обе стали победителями серьезных конкурсов профмастерства лучшей по профессии. В общем, ждем сегодня, когда привезут рамки. Соответственно, по максимуму быстро это все размещаем. Без ее руководства не проходит ни одна выставка. У Елены Кондрашиной всегда все под контролем. И не потому, что не доверяет команде, просто она всегда полна идей. Именно Елена четыре года назад вывела Клинское музейное объединение на новый уровень, за что и получила звание лучший менеджер и организатор в своей деятельности. На конкурс была представлена деятельность музейного объединения за последние три года. Основные направления стали музейные занятия и музейная педагогика. На данный момент наше объединение работает по восьми программам. Это очень большой показатель. При этом программы разнообразные и не только для детей, но и для лиц старшего возраста. Под руководством Елены Краевеческий, Гайдара и зал Карапаева вошли в пятерку лучших музеев области. Тишина в залах сменилась на интерактивы и занимательные квесты, а гиды вышли на новые туристические маршруты. Проводит тематические, обзорные и индивидуальные экскурсии. Главная задача была немножко встряхнуть, сделать музейное объединение узнаваемым. То есть сейчас муниципальные музеи – это прям комплекс услуг, которые мы можем предоставить, в том числе и в сфере туризма. Это на самом деле прям предприятие по гостеприимству. У нас главный вопрос этой недели – это библионочь. А работу Ирины Овчинниковой, главного библиотекаря округа, оценили на всероссийском уровне. Она стала лучшим менеджером в стране. В номинации «Культурно-досуговая деятельность». На конкурсе учитывались достижения, динамика и развитие всей системы. В современной библиотеке это не просто читальные залы, а площадки для досуга. Мы включаемся во всероссийские акции, диктанты, научные лабораторные, всех видов, тотальные, географические. У нас встречи с документальным кино, у нас встречи с творческими людьми, писателями и, конечно, концерты очень хорошего, серьезного уровня. Ирина Овчинникова в библиотечной системе более 30 лет, 11 из них на должности руководителя. Говорит, что не она выбрала эту профессию, а профессии ее. Ирина с детства связана с культурой, историей и библиотекой. Она и по сей день много читает и двигает окружно-библиотечный бренд. Мне хочется, чтобы библиотеки занимали должное место в нашем социально-культурном пространстве нашего городского округа. Творчество его нельзя остановить, поэтому есть к чему стремиться, есть что реализовывать. Мы каждый день над этим думаем и каждый день решаем эти задачи. И победа в конкурсах – лишь стимул и новые ступени в работе. В планах у Ирины Овчинниковой и Лены Кондрашиной новые проекты, маршруты, экспозиции и интересные встречи. Евгения Цветкова, Алексей Буланов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.